Обычно красный, лучок такой, луковица плоская, лучок такой абсолютно не горький, а даже такой вот он. Ну, кто готов сказать с утра? Сладкий. Сладкий лук ялтинский. Вот три разных ответа и в результате один правильный, правильно. Мы проезжаем места, которые родина крымского сладкого лука. А все благодаря вот той горочке, называется она верблюжонок. Видите, такой хребет небольшой, а потом морда. Как будто верблюжонок прилег, так он и застыл. А над ним гора Бьюкасар, а над ней перевал Спирады, а за ней Карадагский лес. Ну что, друзья, и за горами Октябрь, наступят выходные иди в нашей трудовой деятельности. И будем мы с ялтинцами ходить, разрабатывать новые маршруты, обустраивать их. А к следующему году берем неповышенные обязательства и вас там провести. Ну и теперь давайте посмотрим налево, на гладь моря. А представляете ведь, 400 с лишним лет назад вот этого залива не было. Прямо от Зеленого утеса перед нами и до противоположного мыса, там где новостройки Фороса видны, был идеально ровный прямой берег. И тем не менее вот эти горы, забирая в себя большое количество природной воды, этот берег разрушали. И одномоментно этот берег ушел в море. Причем погибли люди здесь жившие из-за огромного природного поползла. И поныне с оползлеборицей, киевское предприятие, техника которого планета Юг, вот видна в виде свая копателей с левой стороны. Да, здесь забили свая, залили все бетоном, укрепили, так что дорога теперь не сползает. И тем не менее в 1666 году турецкий путешественник на влиячий лимит, проезжая здесь, запечатлел самую большую в Крыму оползень. И в дальнейшем ученый мир гидрогеологии получил возможность изучать все это и составлять предсказания. Будет, не будет, состоится, не состоится, строит, не строит и так далее. Ну а как бы там ни было, строит. И Украина строит, появился комплекс отдыха Жуковка. Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым пристроило к себе еще один спальный корпус и один корпус летнего назначения. Появилась резиденция российского Газпрома, она так и называется, Крымский приз. Весь прошлый год российские министры приезжали сюда на отдых, во время которого встречались с украинскими коллегами. Профильные министры. Все это опять и говорили о улучшении взаимоотношений Украины и России. И тем не менее, вся эта красота создается для отдыха. Таково она и будет. А мы вот с вами проезжаем на Аркевое. Вот мы знаем о том, что 4 октября в этом году исполнится 200 лет моей большой исторической родине. На букву Н. Врага под стенами Москвы от российского общества большой презент. Вашего императорского высочества ботанический сад в поселке Никита. Царь, конечно, поверил. В 1825 году, приехав в Крым, ориенду покупать осмотрел. Остался вполне доволен. Вот современная партия регионов Украины и подвела такую историческую основу празднования 200-летия Никитского ботанического сада. Но это сад, выставочный комплекс. А есть ведь парки. И как бы Никита ни называла свой сад парком, есть парки уютнее. Да, современный индустриальный союз Донбасса, конечно, благоустраивает парк дома отдыха Айвазовской в Порт-Имите. И красивые деревья, и лестницы, и террасы, и оранжереи. Все это дополнительно украшается героями греческой мифологии. И представляете, какой красивый параллельный рассказ идет. О дереве, о травке под ним, о местности и о той скульптуре, которая стоит. Но ведь все это, оказывается, хоть и новое, далеко забытое прошлое. Вот именно здесь, на берегу моря, в местности с экзотическим названием Кострополь, такой пар был разбит еще в 1901 году. И выполнили, воплотили эту мечту уже российские инженеры, строители железных дорог. А ведь здесь они жили, потому что по распоряжению Николая II, они опытные инженеры, построившие Транссибирскую магистраль. Здесь жили и работали для того, чтобы создать проект строительства железнодорожной магистрали. Севастополь, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия. Была бы, конечно, эта железная дорога, ездили мы с вами в Бахчисарай, Балаклаву или в Севастополь на поезде. А теперь, видите, сели в салон автобуса и поехали путешествовать. Ну, думаю, что железнодорожные сообщения хорошо, а автобусные лучше. И, тем не менее, друзья, автобус-то нас доставит, но пешеходный поход у нас с вами будет, и разочаровываться не надо. Единственное, что мы с собой не взяли, так это каску.